Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». О поэзии вчера и сегодня, о литературных вызовах времени, об отношении к слову и к жизни, мы поговорим с моим сегодняшним гостем. Это автор книг «Остров и обнуление», победитель многих литературных поэтических конкурсов Василий Мурзин. Василий, здравствуйте! Здравствуйте! Василий, в России всегда считалось, что в нашей стране поэт – это больше, чем поэт. Как вы считаете, поэт нынешнего времени, он сохранил это звание? Либо на смену ему пришли блогеры, мои коллеги-журналисты или кто-то другой? Я в целом за прогресс, но я не думаю, что люди с веками, с тысячелетиями как-то уж сильно изменились в своей душе, в поведении. Все равно у людей такие же проблемы, такие же страсти, переживания. И в общем, в этой связи, я думаю, что изменился, может быть, язык, язык поэзии. Язык, он живой, он меняется, прогрессирует. Изменились какие-то средства передачи. Но в целом поэзия, принципы ее, я думаю, не изменились. То есть бывают просто времена упадка, как в Средневековье, бывают времена подъема в целом. И думаю, что не более того. Но это если в целом сказать. Вот вы сказали про время. Это очень интересно, потому что поэты, как творческие люди, они чувствуют время совсем иначе. Сейчас, например, я часто слышу от ваших коллег по цеху, которые приходят к нам в нашу студию, что время сжалось. Как вы, как поэтическая единица, творческая, ощущаете нынешнее время? Я его, конечно, живя в Москве, в большом городе, очень сильно ощущаю, пытаюсь это передать. Но, опять же, я его не демонизирую. Это, в общем-то, не более чем какие-то явления, может быть, негативные нашего времени. И не обязательно так должно быть. В многом это может быть и навязанный стереотип образа жизни. И, наверное, если человек несчастен в таком жить временном темпе, я думаю, что это и неправильно. Это один из стереотипов, что в большом городе времени не хватает, так надо жить, это правильно. Ну, я не думаю, что... Вообще, с другой стороны, я думаю, что, конечно, за свою жизнь надо обязательно успеть. Жизнь, она очень коротка, и она на самом деле коротка, уже с годами это понимаешь, и много чего хочется успеть. Я бы вот с этой стороны посмотрел на вот эту проблему, которую вы осветили. Все остальное, я думаю, это просто-напросто суета. Ну, вы ответили как настоящий поэт, ничего не скажешь. Давайте сейчас обратимся ко времени поэтов-шестидесятников. С удовольствием. Я так понимаю, что это любимая когорта ваша поэтическая. Хочется узнать, почему я предположила, в свою очередь, потому что мне кажется, что среди этой плеяды выдающихся легендарных поэтов было очень много пророков своего Отечества. За что вы любите поэтов-шестидесятников? Я не сразу смог это ответить для себя на этот вопрос. Ну, конкретно не всегда задумываешься над такими понятиями любви к чему-то, приобщенности. Я думаю, что потому что это наше поколение, с которого мы, если мы и не застали его, то мы генетически вышли из него наши родители. С течением лет, когда я уже стал довольно взрослым человеком, мне к этому потянуло. И я ответ нашел конкретно в личности, которая еще была жива. Слава богу, я успел, так сказать, заскочить в последний вагон уходящего поезда. Побывал на встречах с Евгением Евтушенко, которому вот 90 лет было на днях. И, в общем-то, я вживую, мне удалось пообщаться с этим человеком, который воплощает все эти наши шестидесятники, шестидесятые годы. Ну, и я думаю, что у нас... То есть говорят, что он человек мира. Ну, это очень однозначное, конечно, определение. Ну, я думаю, что это была прекрасная эпоха. Мы ее потеряли. Ну, это было как орицетворение вот этой вот эпохи, в которой мы живем. Ну, конечно, это немножко личностная привязанность, потому что все мы жили, общались в дворах, в хрущевках. Вот, я все это застал, хотя никогда там не жил, если честно, именно. Но меня это окружает. И, конечно, к этому тянет. Ну, и, конечно, это поэзия, произведение, которое он генетически взял из... Что-то от Маяковского и так далее, и тому подобное. Вообще он, как и не только он, он во многом взял традиции русской поэзии и переработал их очень точно, поймал время. Я думаю, что это помог ему раскрыться и фильм Марлена Хуциева. То есть очень большая совокупность каких-то вот составляющих, которые определила мой взгляд на вот это вот явление. И мы этим живем, мы живем 60-ми годами пока, чтобы мы их проживаем, потому что пока что нового, ничего подобного не создано, жизнь новая не построена, старая разрушена. И я думаю, что в ближайшее время, я так понимаю, не предвидится, потому что очень надо большие делать усилия, но усилия делать никто не хочет. То есть вы так пессимистично смотрите в поэтическое будущее? Пока что, да. Пока что. Я пока не вижу... Ну, не то, что поэтов... Я не могу судить, что я вижу, не вижу поэтов. Я не такой мэтр, как Ив Тушенко, который сказал, что Вера Полоскова сейчас единственный, может быть, кто достойный звания поэта в широком смысле. Ну, я с ним согласился, в общем-то. Я это вживую слышал из его уст. А скажите, а как вы вообще стали писать поэзию? Лично вы. Как поняли, что вы поэт? Я думаю, я хороший читатель. Но у меня так произошло, что я был хорошим книголюбом, хорошим читателем, поэтому я стал относительно недавно. Ну, в школе, конечно, писал хорошее сочинение, очень аналитически много цитировал. Из хрестоматии по литературе. Ну, в общем, любил литературу. Хотя во многом не любил учить стихи, что-то такое. Да и сочинение писать тоже иногда, когда спешишь. Не очень это все нравилось. Но в целом это... Любимыми предметами остались только хорошие воспоминания, когда вот это наложение школьной 11-летней программы на литературу, вот, то есть когда там приходишь и познаешь вот эти вот... Ну, вы сказали, что поэтам с вами недавно. Относительно, да. Сколько вам было? Ну, мне было... В общем, я... Рукописи я понес, ну, получается, мне было 31 год, вот, когда я решил нести. До этого я был просто читателем и участником поэтических... Зрителем поэтических вечеров, но довольно активным участником, не просто зрителем. Отнесли, наверное, в литературную газету. Ну, в журнал «Москва». Вы являетесь постоянным автором литературных газет этого легендарного периодического издания, у истоков которого, можно сказать, что и Пушкин фактически стоял, да, его... Совершенно верно. Поэтому, знаете, как история трех рукопожатия. Практически с Пушкиным... Да. Всякий раз вы держитесь за руку, когда вы публикуете свои произведения на страницах этой газеты. Скажите, о чем пишете вы и что волнует ваших коллег, авторов этого издания? У меня были подборки, в общем-то, лирических стихов, были времена года. В общем-то, я старался затронуть современные, в общем-то, темы. Я так понимаю, как критики сказали потом, это была гражданская поэзия, так скажем. В чем-то было подражание шестидесятникам, потом перешло в подражание более современным поэтам. То есть это и Влад Маленко с его... Вот стихотворениями тоже, в том числе, у него есть стиховремен, когда мне это очень понравилось. У него очень интересная какая-то поэзия, такая замешанная на современности, на современном языке, и в том числе на мистицизме, обращение какой-то даже, наверное, набоженности. Он очень интересно это интерпретирует. Тоже очень известный наш современный поэт, деятель активный. И вот на этом строилась. Потом у меня пошла подборка уже нового этапа, так скажем. Она так называемая... Ну, я хотел ее назвать «Святиана» условно. Она про советское время, но в то же время не про советское время. Я, в общем, сейчас буду работать над произведениями, которые будут за основу. У них будет визита в советское время, но ни в коем случае это не будет какой-то пересказ его. Это будет очень сложная работа, ну, так скажем, картина, наверное. Просто это мое любимое время, которое я знаю, оно будет заложено в основу о каких-то фотосмагорических и гротескных картин, определенных, больших, малых. Я точно пока не знаю, но это до конца года. Книга, рукопись должна быть подана на книгу вот в МГО Московского городского организации союза писателей, которая выделила грант на издание книги вот по итогам прошлых лет. Я буду над этим работать. Василий, скажите, а в чем сила иронической поэзии? И можете ли вы что-то прочесть, какой-то фрагмент в этом жанре из своего? Я думаю, что ироническая поэзия очень помогает жить в наше нелегкое время и всегда. Тем более, если это ирония, она современна, потому что все-таки надо иметь в виду, что юмор, он тоже развивается, и тоже выпадки бывают. Если он помогает жить, без него, конечно, нельзя. Юмор, ирония, безирония. Человек вообще должен быть ироничен, самоироничен. Тем более традиции у нас весьма неплохие. Особенно советские традиции, я считаю, там целый пласт. Я хотел бы его тоже поднять, переработать в своих произведениях. Я думаю, что в литературной газете есть цикл «12 стульев», ну, точнее, полоса. И я хотел бы это взять. И сила в том, что она помогает жить. Без этого нельзя. Вот давайте сегодня те, кто грустят, смотрят нашу программу, может быть, вы что-то прочитаете для того, чтобы как, знаете, как глоток свежего воздуха. Ну, пока я буду вспоминать что-то там, но у меня вот есть, конечно, слова благодарности, конечно, нашему мастеру, в том числе иронической поэзии, это Владимир Петрович Лишневский, который меня вот, в общем-то, своим творчеством вдохновил на вообще на поэзию, на какое-то активное участие, потому что я не думал, что я вообще буду книги издавать. Для меня это что-то было вообще фантастическое. Да и вообще вот радио, телевидение и так далее, и тому подобное, литературные газеты все вместе. А теперь это стало обычная вот какая-то вот такая вот, ну, производственная, можно так сказать, в этом плане работа, помимо творчества, потому что надо всегда что-то там подать рукопись, вовремя, публикация, согласовать ее, одобрить. Вот все эти моменты. То есть секретаря у меня это еще делают. Ну, в общем, в целом, да, ну, просто занятость, конечно, сейчас очень большая. Тем более, что приходится еще и основная работа. А чем вы занимаетесь? Работа, ну, госслужащие, так скажем, вот, в целом. Ну, в традициях нашей литературы госслужащие со времен Пушкина и так далее, они, в общем, стихотворцы и так далее. Ну что, что-то вспомнили из своего? Я думаю, что даже вот сейчас что-то читать наизусть, я, наверное, чужих авторов это быстрее прочитаю, чем, или процитирую, чем вот себя, так скажем. Хорошо. Давайте перейдем к другой тоже интересной вашей грани творческой. Вы окончили художественную школу. Так. И пишете в особенной форме. Насколько я правильно понимаю, это смесь гелевой ручки и карандаша. Да? То есть это какие-то зарисовки. Скажите, пожалуйста, насколько вообще в своем творчестве вы объединяете графическое и поэтическое начало? Крайне сейчас редко насчет живописи и вообще вот, потому что не удается. Вот современный образ жизни, с чего мы начали, он, конечно, не позволяет что-то рисовать в этом плане. Вот поэтому пока это все сошло на нет. Задумки есть. Но пока вот поэзия, она, в общем-то, у меня и зародилась, в том числе как осуществление творчества, возможно, в условиях современной жизни в большом городе, в Москве. Потому что когда едешь в каком-то там транспорте или даже в машине рисовать, я думаю, нет смысла. Только в крайнем случае читать небольшую книгу, чтобы кого-то там не задеть. А еще лучше что-то, может быть, сочинять, запоминать и потом переносить это все на профессиональный компьютер. Вам бы хотелось кому-то подражать из поэтов? Вам кто-то особенно нравится? Ну, наверное, Яфтушенко, Блинесенский, Андрей Дементьев. Но Яфтушенко, Андрей Дементьев и я вживую видел, общался, знаю, как они читают. Современные поэты, в общем-то, тоже это Владимир Яшневский, Игорь Яртенев. Все по чуть-чуть как-то вот влияют. Конечно, есть среди них вот кто влияет. Хотелось бы подражать, вот, в каком-то смысле пародировать. Но надо что-то вырабатывать, безусловно, свое хотя бы в творчестве. Один из ваших сборников называется «Обнуление». Название такое непростое, да? Оно символическое. Вот когда творческому человеку требуется это обнуление, перезарядка, я не знаю, перезагрузка, и вообще пару слов об этом сборнике. Скажите, пожалуйста. Ну вот насчет творчества человека я не могу вот так судить просто. Я не психолог, не могу вот такую тему. Ну, своем лично работать. Это просто, ну, обнуление сложилось, потому что у меня была картина обнуления. Ну, не обнуление, она называется «Москва цифровая», но там нули, единички. В 14-м году я ее рисовал. Ну вот, что как бы она, Москва, она проходит вот там через какую-то матрицу. Вот был фильм «Матрица» такой мне очень запомнился. Вот что там, 1-0, цифровая система. Вот как бы Москва, она через нее как бы каждый день как переползает, как через какой-то вот валик. Вот. И в этом плане было обнуление. Это взято из моего стихотворения «Июль обнулить» из цикла «Времена года». Июль. И там было сказано, что пузыри на лужах стремятся июль обнулить. То есть они лопаются, и как бы ноль пропадают. Ну вот такая вот какая-то вот метафора. И в общем обнуление. Ну это модное сейчас, конечно, слово. Не будем внимательно углубляться. Давайте к Москве обратимся. Очень интересный образ. Вы застали Москву советскую, Москву цифровую. Какая вам ближе? Вы москвич. Это ваш родной город. Какая Москва вам ближе? Каким эпитетом вы вообще можете ее охарактеризовать? Может быть, не одним. Я думаю, что все-таки ближе к Москве, в которой я вырос, это Москва именно периферийных районов, которые находятся за все-таки Садовым кольцом. Они такие, в общем-то, беспафосные. и вот этот вот какой-то мир вот этих вот пятиэтажек с коробочками, стадионами, бывшими котельными, школами типовыми, в которых мы все учились, трехэтажными, пятиэтажными, в том числе и старой постройки. Я думаю, вот они ближе всего получаются, как я сейчас выясняю. Я думаю, что центральная Москва, она, конечно, хороша, впечатляет, ну, такой какой-то закоренелости во мне к ней нет. Хотя есть хорошие места, ну, замоскворечья, Тверскую, Арбат, я по-своему тоже люблю. Очень. Ну, вот есть какие-то свои места, не всегда объяснимые, почему-то. Ну, я по ним тоже раньше в детстве, конечно, прогуливались. Там это очень какая-то вот смесь какой-то вот внешней среды. Ну, может быть, допустим, когда Москва вечереет, вот, очень завораживает какая-то осенняя, вот, вечерняя Москва, я имею в виду центральную ее часть. Что-то интересного есть в районах, которые возникли в 80-е годы за МКАДом, вот эти вот новостройки, вроде вот Новокосино, которое мне ближе, у них тоже что-то есть. Вот вся вот эта вот панельная стихия, что-то такое я отразил, вот, когда систему нужно менять стихией, стихотворение довольно большое, его кто-то назвал даже поэмой, там тоже вот что-то про панель сказано, но это не совсем про нее, но она как-то там отражена. И вообще, у меня есть стихотворение вот про субботники, стихотворение такое, что бежать вдоль пятиэтажек, бежать от субботников МНЕП, то есть там тоже это все, в общем-то, чуть-чуть, но отражено. Скажите, вообще, какие темы в своем творчестве вы поднимаете, основные? Я думаю, основная, в основном, это все подъем темы, это будет впереди, в творческих полах, которые готовы, потому что эти, которые стихи опубликованы, которые были, подборки в книгах, это, конечно, в общем-то, мой, наверное, можно так сказать, ранний период моего творчества, так скажем, довольно формально, поэтому это какой-то лирический, гражданский, это пока что лирика была такая пробная, это были мои любимые времена года, которые я люблю как живописец и так далее, вот, потому что каждый год удивляешься, вроде все одно и то же, все равно удивляешься, вот это вот смене в нашей средней полосе, зима, весна, лето, осень, все то же самое, но все равно удивляешься. Василий, у вас есть поэтическая мечта? Ну, это очень сложный вопрос. А мы здесь простых вопросов не задаем. Ну, я знал, да, куда шел, поэтическая мечта, ну, быть услышанным, сказать то, что я хочу, сказать, сказать есть, что. Мне нужно все-таки сказать свое мнение о том, что, как мы, как мы жили, как мы живем, я думаю, ну, я думаю, что больше уполномочен и в силах сказать именно о 20 веке все-таки, начале 21-го. По большей части, я думаю, 20-го, 21-го очень тяжело ложь судить. Хотя тоже по-своему интересно. Вот это хотелось бы внести. Но живем мы в очень интересное время, когда, так скажем, отказались от рая, остались без рая, просто вот в каком-то вот возгнании между там небом и землей, я не знаю, даже в подвешенном состоянии. вот в этом и живем. История рассудки у нас есть такая фраза. Я думаю, да, все своим чередом. Поэтому очень интересное время, есть о чем писать, хотя писать вроде именно вот в данном периоде не о чем, но тем не менее... Василий, как истинный поэт, в этом интервью вы остались с загадкой, и мне кажется, в этом есть своя прелесть, потому что те, кто захотят ее разгадать, обязательно найдут ваши стихи в интернете, либо в книжных магазинах найдут ваши книги, почитают, ознакомятся. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам пришли. Я вам желаю творческих успехов и, конечно же, быть услышанным. Спасибо. Маловато, конечно, только разговаривался. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, Василий Мурзин, поэт, автор сборников «Остров и обнуление» был сегодня у нас в гостях. Почитайте его поэзию, она весьма любопытна, интересна и очень графична. Русский язык, он бывает и такой. До новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok